жив господь и мы будем живы аминь слава богу он живой вовеки и мы с ним вместе аллилуйя слава господу хотя мы живем последнее время но писание говорит что он есть альфа и омега начал и конец первый и последний да ну а мы живем последнее время несмотря на все это слава господу ну господь особым образом отличается от нас да он велик он чуден он благ и милости к нам слава господу мы живем последнее время да и благодаря такому событию мы понимаем что есть вещи которые ну которые стоят особо пристального внимания за того что мы живем последнее время а нам еще и он говорил писание что дети последнее время прошло створение уже две тысячи лет она как было последним так и остается сейчас некоторые богословы называют это последнее время последнего времени и на стрелках больше часов без пяти двенадцать возможно не правы кто знает но где-то недалеки от истины и с приближением вот дней да вот таких под последних смотришь и начинаешь видеть одну такую вещь что все больше появляются таких писаний мест стихов и так далее которые все более более отрезляюще действует на нас и нашу жизнь и на наше сознание понимание и одни из таких отрезляющих стихов которые ну я хотел вам сегодня процитировать это такое место писание который говорит так его по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь очень такой отрезляющий и такой стих который производит в нас желание больше бодрствовать потому что в принципе ну чего то такого эйфорично в этом стихе не видим да мы видим просто события и реальные фактор которые могут происходить по причине умножения беззакония что в этом мире умножается всякого рода беззакония неправда ложь коварства и сечение времени это все что имеет тенденцию обрастать с чем-то худшим худшим и худшим но бог поместил нас во свет он дал нам свет он вложил сердца наше свет свой который не стоит где не где-то под кроватью но на подсвечники да чтобы сидят в темном месте и это крайне и крайне немаловажно и последнее время имеет такую особенную такую тенденцию что смотрите рассказан по причине умножения беззакония а во многих охладеет любовь то одним из признаков этого как я вижу и в чем сегодняшняя проповедь будет аллилуйя это дух безразличия или равнодушия который приходит из-за того что сердца человеческие в целом становятся по причине умножения беззакония какими мне сказали охладевшими и сегодня в труповедь будущее так не будь равнодушным или безразличным но остойчивым и активным такая цель мы сегодня с вами будем говорить о ней и так прежде чем приступить к данной теме хочу зацитировать одну одно такое выражение которое я достаточно является также важным и актуальным для нас вот он звучит как не бойся друга худшем случае он предаст тебя не бойся врага худшем случае он убьет тебя но бойся человека безразличного он может в удобный для него момент или предать или убить тебя понятно да и вот на эту тему мы сегодня с вами и будем размышлять думать анализировать вообще библия на такая красочная книга не много живых и ярких насыщенных богатых историй и даже если мы это не замечаем на первый взгляд наша цель как верующий читая слова божие оживлять его чтобы мертвые буквы черные по белому становились яркими красочными и радужными потому что писание говорит что бог он создал свои чудеса памятными они не являются какими-то забытыми далекими глухими или же второстепенными они должны являться актуальными важными и сильными для нашей жизни в общем колоритными аминь это настолько не станут таковыми зависит всецело от нас не всегда час не все не часто видишь меня увидишь библию которая бы описалась разными шрифтами но в английском варианте видел когда слова христа чисто его цитаты пишутся красным исключительно красным шрифтом а ну все остальное черным по белому ну уже как минимум три цвета уже приятнее серьезно три цвета уже гораздо приятнее глазу кто не пробовал можете хоть ну просто не знать английской ну просто про гляньте приятнее для глаза три цвета уже веселее уже от ранее но в духовном смысле когда мы читаем писание когда мы читаем 100 не написано для нас чтобы это было голой теории они станет должны стать практикой мы даже читая оживите чтобы не стали яркими и насыщенными и это уже наша ответственность с духом святым который готов нам что делать открывать писание потому что когда мы вычитаем мы мы не можем быть сами один на один с ним справиться она намного превыше нас она больше нас она непостижимые нас она намного превосходнее нас поэтому сами по себе мы ничего не сможем открыть толком стоящее для нас но только когда мы просим господь дай краски дай жизнь оживи это слово даруй понимание глубины приходит что ясность приходит откровение и вразумлением и это очень важно и так мы сегодня сказали что будем говорить о тему чтобы наши сердца не становились как людей последнее время какими охладевшими и как это безразличными или равнодушно что куча безразличные смотрите тот который не умеет различать которому в общем то все приблизительно одинаково добро это или зло он не находит себе силы уделить этому время желание энергию свои посвятить от чего этого чтобы различить стоп где тут белый а где черный как это все разграничить дифференцировать и если оно похожее то найти время для чего чтобы различить и отставить правое например вправо левое влево понятно то есть для этого нужно время бывает и мы это описанию с вами увидим более того скажу что из истории известно что это действительно не так просто отличать бывает благословение и проклятие о котором сказано в ветхом завете они произносили с двух гор которые были весьма близки друг к другу они не были 1 3 9 царстве 2 3 10 государстве на одном полюсе и на втором нет они были весьма близки мы сейчас с вами будут увидим пожалуйста вот эти горы они вдруг появились чудесным образом перед нами вот немножечко выше гора эта гора гивал с нее заповедовалось произносить проклятие шести коленом израилевым было дало четко повеление моисею сказано было так пусть сцены израилевы 6 человек названный 27 главы книги второзакония произнесут проклятие если ты будешь непослушен глазу господа бога твоего то такие такие то проклятие придут на тебя но рядом гора горизим находится она немножечко меньше скажем так исторически 1 немножко больше 900 метров 2 чуть меньше 9 900 метров ну в принципе не сильно большие но заметьте настолько не рядом находятся видите между ними не три нет ни сотни километров они весьма близко они весьма возможно провозглашающие слова благословения да человек мог находящийся на противостое горе горы могу слышать и также наоборот так и в нашей жизни да мы замечаем что такие вещи весьма рядом сегодня мы в благословении сегодня мы послушный господи сегодня мы открыты сегодня мы расположены но это никогда не гарантия что если мы расслабимся на завтрашний день то ничего с того что мы по 7 негативного не всплывет негативным образом нашу жизнь все очень близко заметьте видите весьма близко поэтому это хороший урок для нас как же этот урок усваивали некоторые библейские персонажи наша сегодня задача увидеть это описание увидеть и чтобы они стали эти истории нас уроком понятно первая история потому что мы посмотрим героев светлого и нового завета это будет первая книга царств 25 глава 2 глава давайте откроем первую книгу царств 25 главу история происходит о давиде который будучи преследуем саулом он находился в особо стесненных обстоятельствах ситуация были разными никогда не скажешь что хорошо когда ты преследуем да носит от вывод разный особо те сложные и более-менее так вот когда пришли ситуа пришла ситуация сложная тяжело смотрите что произошло 25 стиха был никто маоне и а имени его накормили человек очень богатый и так писание вводит нас эту историю показать обратите внимание человек не просто был себе среднего сословия или был таким от приближающимся богатство он уже был состоятельным и был весьма богатым и написано у него было три тысячи овец и тысяча коз кого-то есть ты тысяча овец или было когда не буду ваших родителей или прародителей никого учитывая еще пока не очень богаты и был он пристрижка овец своих накормили имя этого человека навал а имя жены его авигея эта женщина была весьма умное красивое лице а он человек жестокий злой нравом он был из рода халева и так ведь описание уже сразу дает что различие она женщина весьма умная красивая он злой жестоким нормам к чему это приведет какие будут последствия писание покажет нам немножечко дальше смотрите обратите внимание дальше 4 и услышал давид пустыне что на вас стрижет овец твоих в общем он послал своих отрока и они должны были 6 стих говорит так скажите так мир тебе мир дому твоему мир всему твоему как мне нравится такие слова классные тройное провозглашение мира и благословения до мир тебе мир дому твоему и мир всему твоему видим то есть эти слова должен быть настолько расположить по идее человека принимающего настолько открыть его сердце что просто ну нет никаких препон и препятствий того чтобы так не произошло мы посмотрим историю как она развивалась дальше на не услышал что у тебя стригут овец вот пастухи мои были с вами и мы не обижали их ничего из них не пропало все время их пребывание накормили восьмой стихи говорит спроси слуг твоих и не скажут тебе и дальше они просят о том чтобы нашло что-то хорошее доброе общем вкусное скажем так сладкое в руках навала дабы тот дал рабам своим и соответственно давиду как благословение в данный момент и он показывает основание есть у меня потому что принципе на будучи своими слугами мы всегда были для них благословения мы никогда их не обижали если кто-то бы это был вокруг мы всегда их защищали и были них поддержкой и ну вдохновением и смотрите что дальше идет вот 10 стих и навал отвечал слугам давидовым и сказал вот эти вот слова человека безразличного если уже и мы хотим найти а что говорит ну какая суть слов человека который безразличен и равнодушен вот слова вот корень смотри как он отвечает он говорит так кто такой давид вообще кто он такой и кто такой сын есеев на не стало много рабов бега еще от господ своих неужели мне взять хлебы мои и воду мое мясо приготовлено много для стригущих овец у меня и отдать людям о которых не знаю откуда они он уже готов что делать не различать то есть он уже ставит стену не развлечение и безразличие не одинаковые кто ходят эти люди вокруг кто такой давид какой на наследие и так далее 3 пожалуйста различить можно ему было на валу чтобы удостовериться кто такой давид было ли у него возможность для этого скажите пожалуйста было или нет было какая кто скажет какая возможность него было что нужно было сделать одно хотя бы единственное минимальное кто сказал привык прекрасно просто спросить услуг они великолепно объяснили и мы дальше видим из того что когда он спросил услуг они ему очень ярко описали насколько были полезны для них и блага и благословение те люди смотрите 15 стих а эти люди очень добры к нам у них ведь добренькие хорошенькие так себе очень добры к нам были не обижали нас и ничего не пропало у нас во все время когда мы ходили с ними бывшие поле 16 они были нас ограду и днем и ночью во все время когда мы пасли стада вблизи их это мне же рассказывает жене навала авигеи о том что посмотри сделай что-нибудь и как можно быстрее потому что если ты не подскажешь что-то неминуемо нашему господину будет погибель и всему дому его поэтому различить женщина умная ну да красивая ну наверное пригодится сделай что-то различий ты умеешь различать мы видим как идет ситуация дальше видишь только давид он увидел что напрасно он это делал посчитал и пошел с целым отрядом по моему 400 человек до чтобы наказать этого человека и дома его и вышла навстречу ему авигея она не осталась равнодушной за себя за весь дом и за все что в доме она взяла всю провизию которую она могла взять до навьючил это на ослов и что сделала и пошла вышла навстречу давиду может быть господь устроит и благоволит что давид будет открыт к ней и прислушается к ее словам и помилует потому что давид уже чуть ли не ну поклялся себе что точно я это сделаю и обратите внимание что произошло дальше когда она пала к ногам и просила и молила его о том чтобы он принял дары он говорит она в рита 28 мстике прости вину рабы твоей господь непременно устроит господину моему дом твердый ибо воины господи дает господин мой и зло не найдется вовек во всю жизнь твою она продолжает слова благословения в жизнь давида так и заметьте история дальше повествует что когда авигея рассказала навалу о том как она поступила что она образно говоря ну спасла а дневной могибели и смерть его написано что когда он услышал это сердце окаменело и спустя десять дней господь поразил его и тот умер причина человек был безразличным человек был равнодушным ко всем не умеющим отличать важное от второстепенного поэтому я сегодняшний как бы царь что бог учил нас на этой истории других историях что мы мы каждый из нас учились различать важные вещи до приоритетные центральный от второстепенных второсортных и тогда делали отличие различие и разделение они разные и мы видим что когда что давид увидел знак божий в там умер на вал и спустя некоторым он послал своих слуг дабы что сделать дабы они пригласили авигею взяли к себе и она сделалась женой давида вы смотрите я вижу такой урок я думаю чтобы это увидишь что за развлечением за правильным мудрым развлечением следует что благословение следует награда воздаяние представьте он взял ее в жены она сделать его женой и ну она вошла в царское родословие казалось бы мы они ничего не слышали особенного до этого кто такая авигея но один поступок который она совершила различив ситуации взяв ответственность будучи настойчивой и активной она не лапа пустить чтобы зло произошло в доме или просто сбежал ну разбирайтесь я убежала вот он такой злой что я могу поделать за него решить не могу он безумный имя ему безумный митим даже имя его было безумно если человек не могущий различать так как нужно было нужен был другой человек взявший инициативу свои руки и заступившийся за кого за весь этот дом аминь это урок для нас нас тоже много неверующих но образно говоря но в духовном отношении не различающих истину так или нет и только мы можем за них заступиться перед господом только мы как люди знающие бога можем можем ходатайство отзывайте молись чтобы господь боже дарую им это развлечение когда мы говорим и слова истины здравого смысла а у нас это жизни происходит мы им говорим заявляем мы говорим просим боже даем это развлечение помоги чтобы мне было все одинаково а мне все равно поняли как люди этого мира говорят часто когда мы обращаемся к ним там буда там и магомед там другие культы жилиги мы не различаем для них они их так много мы не разделяем их то есть то его знать какую выбрать из них но когда бог дает это развлечение тогда это ценность и благословение аминь аминь это важно вторую историю святого завета посмотрим книгу пророка и его очень интересная показательная история попробую ее также оживить по возможности и так книга пророка и его извините и он и и он и книга пророка и он и это 897 страница классических стандартных ваших благословенных библий давайте откроем она небольшая 4 главы и мы пройдем некоторые моменты и так пророк иона ее жизнь также произошла ситуация когда он взял на себя роль человека не различающего ему было четко сказано смотрите с первого же стиха моментально дабы дать ему ясность и возможность различать и не быть равнодушным сказано так и было слово господник иония сыну амафии ну кейте господь его обделил чем-то нет он дал ему ясное слово стань и едини небе город великий проповеду в нем ибо злодея него дошли до меня смотрите айонов стал что обижать фарсис от лица господня пришел в иопию нашел корабль виде как все методично показано последовательно то есть было сказано чуткая ясная воля божья для ионы которую даже особо и различать уже не нужно было она была явно провозглашена в его же он знал ее смотрите мы бывают не знаем мы размышляем дума какого более божья нашей жизни а правильно или неправильно а а какие шаги предпринимать а какие цели ставить уже было показано все четко 2 прошло его это не устраивало ну нас тоже бывает много чего не устраивает согласись когда мы идем с господом тоже бывают некоторые вещи нужно смиряться примиряться принимать где-то тяжело где-то не совсем и вот перед ним стал эта дилемма конечно же учитывая что фарсис город портовый город бизнеса город шикарный для возможности того чтобы распрыть свои шатры и так далее то есть куда как не фарсис можно было бежать намного легче спокойнее беспроблемно без каких-либо волнений и не нужно было кому-то доносить особо на неневии хочу сказать что на первый взгляд только задание может показаться легким или простым если бы мы жили в те времена я даже не знаю кто бы из нас если честно согласился пойти в неневию потому что история повествует что-то город был исключительно жестокий люди которые населяют славились чрезвычайной жестокостью об этом ходили целые легенды их боялись трепетно ну просто переживали о том когда слышали только слухи об этом народе неневая была столица это ассирийского этого государства это было нельзя никак представить что это варвары это люди злые коварные жестокие одна только мысль я представляю что иону возможно она бы приводила в ужас а тут нужно было еще идти к ним и по и и желательно остаться целым исполнить миссии вернуться живым и конечно это было ему нелегко я прекрасно понимаю написано что где как шел корабль отправляющийся в разы отдал плату за провод видите как минимум указано что не зайцем ехал то есть видно счет уже верующий отдал про то за провод и вошел в него чтобы плыть с ними фарсис от ица господня но господь воздвиг на море крепкий ветер видите во первых не случайно раз не дьявол 2 это сделал сам господ допустил это потому что что-то было не в его воле не в божьей воли и написано когда они все устрашились что же нам делать потому что буря поднялась весьма великое написано что иона как сделавший свое дело то есть он уже определился свой бромда для себя он решил он различил я еду фарсис он для себя разделение сделал и преспокойно написано что сделал спустился внутрь из корабля лег и не вздремнул там на пару минут или как щилец на 15 минут точно ровно на 15 раз уже готов бой нет обычно лег и крепко уснул все миссия сделана полностью завершена абсолютно я чрезвычайно спокоен видите что обратите внимание что дабы этот покой нарушить нужно было спуститься внутрь из корабля не какому-то корабельщику или матросу а самому начальнику корабля обратите внимание серьезно конечно вижу и пришел к нему начальник корабля уже важная птица мало ли видите и сказал что ты спишь встань воззови к богу твой может быть бог вспомнит о нас и мы не погибнем и дальше пицы не говоришь что они бросили жребе это была практика на то время языческих народов они бросали жребий какой изберется и укажет на того кто является человек виновным они рассчитывали что боги их идолы они укажут через жребий определяет то это был видим что это жребий вмешаться сам господь и смотрим ситуации когда не сказали скажи нам за кого постиг нас эта беда где твоя страна кто ты вообще спрашивают у него и вот он под и 9 стих а он сказал им я еврей чтущий бога небес сотворившего море и сушу представьте такое вступление то есть он ним называет все то кем их его бог является вот эти моря да и суши а где нас постигла все это но море так твой бог есть богом тоже и море оказывается не только суши где мы были да и представь какая-то революция их мышление потому что не показать они идолам чаще всего это были идолы которым они поклонялись или отвечающие за какие-то явления природы так морские да или же наземные а тут бог который заключает себе все он и бог морей он и бог и суши и небес и всего потому и понятно почему они устрашились написано и устрашились люди страхом великим сказали ему для чего ты это сделал когда он рассказал что он бежал от лица господня представьте вот это как какой комизм ситуации в этом выходит они язычники чрезвычайно удивились как вообще можно поступить так как он посыпь то есть ну где различить голос божий и убегать от лица господня а чему так и что вероятно они свои язычки с жизни стараясь этого не делать понятно что не служили лже богам понятно что не служили им идолами так далее но с этого текста видно что они старались этого не допускать и когда его сначала у тебя такой бог бог неба земли морей и ты от него убегаешь какой парадокс вообще уникальный для них это было ну ну просто уму непостижимо и обратите внимание дальше смотрите как бог начинать постепенно работать и он и как как аккуратно мне происходят перемены изменения которые доселе не видно было да какие перемены неневия крайне небе фарсис и вперед уснул все море по колено это смотрите когда вдруг поднялась буря как она как эта ситуация начала стимулировать ну духовные вот развлечения в ионе обратите внимание 12 стих так когда они сказали что же нам сделать с тобою в 11-12 говорит тогда он говорит им возьмите меня и бросьте меня в море ведь он даже уже готов жертвовать собою что до этого абсолютно не видно было и при детьми что дальше сказано и море утихнет для вас то есть для меня но не утихнет я понимаю если меня выбрать и туда но по крайней мере для вас всех она точно утихнет видите уже видно вот эта божья работа его сердца да он уже начинает заботиться только о себе что я не из что я исполню или исполню а уже от других заметили это да то есть я нужно быть надо он готов пожертвовать для вас море утихнет слава господу дальше скажи пожалуйста ну люди эти были историю говорит финикийцы жители финики ну язычники для любых словами какая их не должна быть по идее реакции у класс выход есть аллилуйя так гриша миша там там давай берем хватаем артем кузя быстренько за руки ноги 34 раз 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 гадали бросили его видимо такую быструю реакцию но язычники жестокие по идее нет удивительно нет смотрите их не вот реакция которую мы замечаем обратите внимание когда он сказал ну все выбрасывайте я виноват что поделаешь так бывает смотрите 13 стих но эти люди начали усиленно грести представляете надеясь что может быть еще есть шанс они бросили все связи физические усилия дабы этой ситуации выйти 14 говорит тогда воззвали они господи сначала гребли не получается первая попытка вторая попытка что ну ладно все хватаем да или нет ни штука я вторая попытка воззвали господу боже теперь ты мне смотрите 14 тогда воззвали не господа к молим тебя господи да не погибнем за душу человека сего и да не уменишь нам кроме вины ибо ты господи садила что тебе угодно вторая попытка обратились кому господу люди какие далекие якобы до язычники финикийцы но на 3 какая реакция и потом когда увидели что и здесь нет ответа что они смиренно 15 и взяли и он увидите без красок уже без каких-то там вступлений и пищи там ты взяли иону и бросили его в море и утихло море от ярости своей прежде внимание что даже такой эффект написано и устрашились эти люди господа страха великим и принесли господу жертву и дали обеты кстати там какие там секунды и минуты были а они уже принесли жертвы господу обеты господу как он успел объяснить им и когда он успел объяснить иона что бог любит и какие жертвы он любит и к что нужно принесли обеты время этого я не знаю но вероятно он очень быстро все это выпалил что нравится богу какой на бегом бегом раз 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 и они уже это все сделали представьте потому что устрашились и они стараются делать все правильно почему они увидели иона было время не различил он не захотел различать он оказался безразличным судьбе в целой нации но когда они оказались похожей ситуации перед выбором что делать и сказали а мы хоть не хотим таким быть мы хотим уже различать иона какой твой бог что там она он любит это же такие жертвы хорошо мы будем приносить он любит когда даются обеты хорошо прекрасно мы будем это делать представьте и в это же время параллельно бог назад и в нем свою работу ситуация знаете вы дальше вторая глава горит повелел господь большому киту проглотить иону опять мы видим что автор как бури таки это бы всего действия кто сам господь за не как молится иона 3 стих сказано господу вызывала скорби моей и он услышал меня ищи во преисподнего запил и ты услышал голос мой обратите внимание человек находится почти веке то возможно впервые я догадываюсь что точно впервые и меня поражает несколько как у вас поэзии виде какими псалмом он говорит когда прочитаем дальше откуда кто из ну из вас был когда-либо в ситуации вот которая ну образно можно ну приравнять к ионину вы чувствуете себя все равно что во чреве кита были такие ситуации в вашей жизни тяжелые это место другим просто тяжело и вижу есть да есть руки слава богу во многих ситуациях я бы скажу что будучи нет 10 12 15 они точно происходят наши же такие ситуации но есть другие выражения кроме чрева кита вы знаете но суть какая суть какая смотрите а кого из каждого из вас присущ который подняли руки вас тянула вот на поэзию был вообще такие ситуации душа парит и так далее тяжело найти обратите внимание откуда это у и ионы смотрите четыре стих ты вверг меня в пучину сердце море какое сердце море вообще у моря сердце есть есть оказывает и он конечно есть это будучи в очреве кита представьте впервые в жизни вообще факт из ряда вон выходящий скажем так но зрит сердце море вот я нахожусь пучине морской и так далее дальше и волны твои проходим до мною я сказал отринут я от очей твоих однако я опять увижу святый храм мой видим какая великая надежда вас пара кузова говорит все равно хотя и нахожусь в очреве этого кита я какой кое-что различать умею и мне кажется что наступит момент такой когда все-таки принесу господу жертву хвалы и просто где-то будет что он уже думал о небесах ну все уже корабль на фарсис пункт номер один море номер два чрева кита 3 и апостол пётр встречая жизнь ангелами 4 пункт назначения так или нет он думал нет абсолютно это имеется храм здесь еще на земле помещу успеет он и смотрите дальше объяли меня воду до души моей бедно заключила меня травой и морской обито была голова моя до оснований гор не шула какие горы как его и сердце морей обратите внимание откуда такая дивная поэзия родилась его сердце человек находящийся в очреве кита и посмотрите взяты сигарет так а я глазом хвалы принесу тебе жертву что обещал исполню у господа спасение косы по каком времени указано это событие прошедшим настоящим или будущем каком уж принесу жертву халы увижу обратите внимание что обещал исполню каком времени будущем то есть он верит он уже господь кланете во сердце это развлечение бог за меня он поможет мне выйти и я это сделаю я это увижу и пенесу господа жертву хвалы аминь это важно это важно посмотрим за ними быстренько и снова завет один примерчик эта книга я не давайте откроем 16 глава 12 стих и так мы святого завета увидели извините пожалуйста еще о ионе немножечко такой последним опасений фрагмент прежде нежели обратимся мы к анализу новозаветней одной истории смотрите вот это событие которое произошло которое мы говорим она история говорит дал отдала шанс когда вся неневия покаялась помните что царь он даже встал с престола своего когда мы читаем библию мы обычно замечаем что царь он всегда на своем престоле редко когда он встает своего престола смотрите есть фирь написано пришла есть фирь царю что он делал в это время сидел когда читаешь историю церкви впечатление они царственно сидят важно на своих престолах как цари будьте советский еще мультик о вовочке который пришел однажды в одно царство смотрит стоит что трон без царя и он был просто поражен как трон без царя на нем такой не бывает он берем скакивать растут там находится короны раз корону подрузил себя на голову одеяния на киев и так далее не к царя пока нет классно я могу хоть насладиться хоть немного и в тура слышит он мне такую песенку и крашу крашу я заборы чтоб тунеядцам не прослыть кто же это поет такой и царь присмотрелся так это царь поет какой ужас как царь мод красит заборы и невероятно потом говорит царь же объясняется на это хочу пирожные чем мороженое принесли пожалуйста такой царь кто же красит заборы вообще такой царь помните подходит к нему так эй а ну-ка давай сюда корону мою давай-ка одеяние раз снял надел сел показала что он все-таки царь вот его трон эй слуги не раз прибежали поднял его отрубите к этому мальчонке голову риту не ядцем прослыл и он оттуда бегом с той сказкой помните в другую выскочил перелез и так далее убежал на мэтт как меня угора туда попасть извините суть какая что труд он пуст не бывает вообще по на самом деле но здесь не небе сказано царь встал с царского своего престола потому что ситуация была крайне чрезвычайно и нуждающийся в разрешении какое действо произвела вот работа божья через неневе пророк даже не не иона и не предполагал как может бог что действовать через него невероятным образом и на смотрите дальше как показывает история к чему я эту историю хочу подвести показывает история покаяния неневитян хватило на 150 лет не навечно причина они опять повязали безразличие и смотрите сафония 512 говорит так что поскольку этот урок был не усвоен почему потому что этот город был живущий беспечно или равнодушно представьте за последующие безразличие и беспечность говорит пророк уже следующим этот город спустя 150 лет был разрушен потому что в 612 году пришел при пришли в войска чужеземные атаковали и разрушили полностью невию и все это царство которое казалось она будет стать нерушима и вечно потому что своей жестокостью и своим вот властолюбым она негативно воздействовала на страхом на все окружающие народы безразличие она губит царство активность и настойчивость и умение различать а ну просто что благословение аминь это важно и быстренько последней истории снова заветом как мне уже сказал это деяние 16 глава вероятно кто-то уже ее приоткрыл 16 глава если сказать одна интересная история о некой женщине именем лидия это деяние 16 глава 14 стиха предыстория апостол павел прибывает филиппе и цель его какая чтобы этот город познал христа познал спасение познал истину божью и он смотрит как бог и будет вести он делает ту работу которую он может делать он проповедует он учит он разъясняет и написано что первыми слушатели были женщины собрали женщины и слушали и внимали и обратите внимание 14 говорит так и одна женщина из города феотир именем лидия торговавшая багряницей и чтущая бога слушала и господь отверз сердце и и внимать тому что гаврил павел когда же знаете как история резко переход дальше когда же крестилась она и домашние и подождите а вы что упоминали о том что она вообще покаялась о том что она приняла водное там и так далее нет это уже как следствие как процесс само собой разумеющий свете как даже крестилась она домашние и спросил у нас говоря если не признали меня верную господу тоже видите а вы войдите мой дом и живите у меня и убедила нас мне вот это творожение особенно нравится представьте у него был выбор азаты человеком безразличным у классное слово шикарное слово чудесное слово все слушают масса женщин я одна из них слово новое никогда до этого никто так не учил и проповедовал не изъяснял ну классно здорово великолепно а как он будет дальше распространяться кто будет тем кто возможно станет хозяев этом да как она за роде задали и тут господа это вот понимание развлечения стоп а я могу больше чем чем те остальные женщины которые слушали чем те остальные люди написано что я она сказала себе что хочу чтобы вы жили у меня хочу чтобы вы но мой дом был для вас благословением и написано она убедила нас вряд на апостол павел и слушая думает ну ладно там найти как минут может быть другой раз но не сейчас там спасибо за за твое гостеприимство так далее но она нас точно что дела продолжала убеждать будучи неравнодушна к судьбе чего своего города своей семьи и себя самой так или нет ну что она понимала если сейчас отпущу и не дам место пристава не пойдут другой город где-то там основа будет основана церковь а мы как услышали сколько слов за три дня от апостола павла на этом все семя вроде бы поднявшись и умрет но думаю как я не хочу чтобы так было я я точно который я различила это это пахнет истиной это пахнет жизнью здесь есть жизнь и я принимаю выбор убедить самого апостола павла во что бы то ни стало найти пристанище в моем доме представляете и сказано и просто но на посоветовала ну может быть ну как хочешь прочим тебе же выбирать ты же пришел сюда я хозяйка ты гость не это написано убедила будучи человек каким небезразличным и история говорит что вот с этого маленького мизерного момента образовалась будущее прекрасное замечательно филиппийская церковь представляете который апостол павел потом писал свое послание частный случай мелкий незаметный вроде но нашелся человек небезразличный и какой неравнодушный но активный и действенный и прийти внимание чего-то произвело это будет финалами будем молиться филиппийцам 4 15 сказано так давайте откроем само послание филиппийцам но есть она существует потому что церковь была основана слава господу его 4 15 сказано так апостол павел в конце своего письма к ним говорит такие слова вы знаете филиппийцы что начале благовествования когда я вышел из македонии ни одна церковь не оказала мне участие подаяние и принятие кроме вас одних представляете он похвалил их что и всех те которым он обходил ни одна не было столь усердно и смогущего различить уразуметь понять где есть жизнь где благословение где где мои пять копеек могут быть другими словами понятно и ни одна из них не оказала кроме церковь филиппах и у них особенно за это хвалит вы молодцы вы различили вы то что поселит это принесло плоды и благословения и дало прекрасно чудесные всходы аминь и это снова таки опять-таки хороший и благословенный я верю урок для каждого из нас чтобы могли понимать что бог за то что мы мы умели различать умели быть неравнодушными но активными и действенны почему это пересет благословения на примере авигеи на примере ионы на примере этой женщины именем фиатир мы это постарались увидеть чтобы сделать для нас соответствующие уроки так или нет и давайте достанем наши ноги помолимся чтобы бог помог каждым из нас если у нас дома есть еще родные родственники или люди которым мы благовествуем которые еще закрыто это им они еще не различают им еще все одинаково у них моральные границы размыты у них все ровно вспомните что даже иисус когда при был рожден это имя бизнес что он рожден чтобы отличать добрые от худого представьте сам господь иисус насколько это скрыто ну неясно это пусть бог дает и на мудрости всех тех о которых мы молимся давайте помолимся боже благодарим тебя наш великий всемогущий бог мы славим тебя мы воздаем тебе честь хвалу силу величие и благодарение наш драгоценный всемогущий бог мы хвалим и превозносим тебя господи мы молим и просим за каждого из нас господь ты знаешь что в нашей жизни бывает масса ситуаций господь когда мы стоим перед выбором или пусть оно все идет на самотек как оно идет боже или нам различить просить боже данным развлечения как нам поступить потому что это могут быть судьбоносные ситуации в нашей жизни как это был случай с авигеи боже если бы она была равнодушна как навал она бы никогда не наследовала тех благословений которые наследовала господь мы молимся помоги нам боже как на вигея боже быть активным быть настойчивым более тех ситуациях различных наших жизнях наших семьях наших домах наших служениях наших призвания господь во имя иисуса христа когда мы стоим перед выбором божий или она само собой когда-нибудь как-нибудь что-то доброе придет боже или за это стоит платить цену боже и быть активными дай нам мудрости господь уразуметь боже что-то что доброе это стоит усилий писание крышка царствие божие она усилием берется и применяющие усилия восхищать его господь благослови во имя иисуса христа нас в этом помоги нам господь потому что видим что много из нас позже они охладели вере охладели в любви божий потому что не смогли различить что есть грех а что из праведности не смогли отдать свой голос за праведность не смогли отдать свой голос боже за тебя боже но не различив ушли в мир ушли в дебри ушли в грех мы молимся помоги нам как народ твоему быть различающими благослови господи наших родных наших роста тех которых мы молимся а тех людей которых мы благовествуем твое слово господь помоги им боже различать боже в эти времена помоги не оставаться холодными не чувствительными и равнодушными боже во имя иисуса христа но помоги господи им сделать выбор за тебя господь быть более активными мы можем и ходатайся с твоим просим господь во имя иисуса христа божия помоги боже потому что это важно для нашей жизни господи и мы благодарим тебя мы славим мы превозносим и поклоняемся тебе наш великий драгоценный бог ты оживляешь нас кладываешь свою ревность вкладываешь свои желания хотения и действия которые побуждают нас боже быть более активными боже за свою жизнь за жизнь наших родных за жизнь господи тем которым благовествуем за наше служение за церковь за наш город господь во имя иисуса христа оживляй нас господь помогай на боже в этом развлечении и как писание говорит что пришли люди мудрые и снова из захаровых и начали делать дело потому что не знали времена и сроки помоги на боже как записано так книги парали поминон быть этими людьми мудрыми голову господи знающими времена и сроки которые могут влиять на наш город на церковь во имя иисуса христа и быть благословением во имя господа иисуса чтобы мы не были тем люди которые сказано что причине умножения беззакония в этом мире во многих оладевает любовь это не о нас боже храни защищай оберегай своим пасторским прикосновением нашим сердцам особым образом чудным и неповторимым боже касайся во имя иисуса христа тоже благодарим тебя за то чудесное нежное прикосновение к нашим сердцам оживляющим поднимающим и дающим просто дух развлечения и понимание и мудрости а мы с вами благодарим тебя за все наш великий любящий заботливый святой мудрый блаженный бог хвала тебе отец или дух святой аминь аминь давайте воздадим славу господу спасибо тебе госпожа додал нам силу мудрость за все необходимое во имя иисуса христа аминь аминь